Зеркально ответить на санкции ЕС по Навальному, пообещал глава МИДа Лавров. Газета Нью-Йорк Таймс опубликовала список тех, кто попадет под санкции ЕС, как заявлено за отравление оппозиционера. В списке, в частности, замглабы администрации президента Кириенко, директора ФСБ Бортников, замминистра обороны Криворучка и Попов, а также институт ГСНИОХТ, где разрабатывался новичок в советские годы, комментарии Георгия Бофта. Санкции в стиле развесистой крюквы. По сообщению Нью-Йорк Таймс, Евросоюз из-за Навального ведет санкции против шести российских высокопоставленных чиновников на том основании, что они, цитата, были напрямую осведомлены об отравлении или были вовлечены в его планирование. Речь идет о главе ФСБ, первом замглавы президентской администрации, главе Управления внутренней политики администрации, двух изместителей министра обороны и полпреде президента в Сибирском федеральном округе. Кроме того, санкции будут введены против Государственного института органической химии и технологии, якобы разработавшего отравляющее вещество «Новичок». Как к этому относиться, комментарий Георгия Бафта. Представим себе сюжет голливудского фильма про отравление Алексея Навального, который, разумеется, будет назван там «Единственной надеждой бедной замученной России вырваться из царства тьмы». По ходу фильма первый замглавы Кремлевской администрации, за спиной которого стоит, вытянувшись в струнку, куратор внутренней политики, звонит на Лубянку, чтобы согласовать время и место отравления врага народа. Почему первый замглавы, а не сам глава, спросите вы? Потому же, почему в американских фильмах главный политический злодей обычно бывает рангом не выше сенатора от неизвестного штата или заместителя прокурора. Или другой вариант. Все они в компании директора ФСБ, восседающего во главе длинного дубового стола, уставленного черной икрой, осетриной, другими яствами и двуглавыми орлами, строят козни в роскошном, но мрачном и подвальном московском ресторане. Под водку, соленую капусту и танцы вокруг шеста обнаженных агенток ФСБ. Потому что не агентки в таких ресторанах не танцуют. По ходу трапезы звонят полпреду в замерзшую насквозь Сибирь и ставят его в известность о таких планах. Тот как раз вернулся с охоты на медведя и собрался париться в бане, предварительно выпив водки и поиграв на балалайке. Да, для антуража должны быть еще какие-то в фильме люди в узнаваемых армейских погонах и с лампасами. Пусть это будут два генерала, они прикажут отцепить Томский аэропорт, чтобы соратники Навального не умокнули его на санях с пропеллером через лес прямо на Аляску. Примерно такого уровня развесистой клюквы снимали кино про русских еще сравнительно недавно. Потому что, к примеру, представить себе, что два представителя президентской администрации, а еще два замминистра обороны, даже целый полпред в федеральном округе под водительством директора ФСБ планировали бы хоть какую-либо совместную операцию, находясь в здравом мире и трезвой памяти, решительно невозможно. Начиная с того, что совершенно непонятно, кто тут кому докладывает и подчиняется, и заканчивая тем, что даже если бы кто-то один из кандидатов на евросанкции задумал бы действительно состроить подобный заговор, то Навальный живым бы в Берлин на санитарном самолете точно не улетел. В то же время Париж и Берлин подошли к вопросу подготовки мер предельно кропотливо, со звериной серьезностью. По сообщению газеты New York Times, их совместный доклад с некими доказательствами причастности именно данных лиц к этому инциденту составил ни много ни мало 500 страниц. Неужели там и впрямь написано, как Бортников отдает приказ Кириенко, а тот меняело? Или они на троих с Ярином Бортникову? Впрочем, вне зависимости от того, что там понаписано на 500 страницах, европейские лидеры решили, видимо, пойти по простому, даже тупому пути наказания согласно должностному и географическому принципу. В данном случае налицо кажется пренебрежительное издевательство. Даже в случае с отравлением Скрипали в действиях Запада было больше логики. Правда, тоже специфической. На днях Сергей Лавров резко высказался относительно будущих отношений с Евросоюзом. Мол, если там не понимают необходимости взаимоуважительного диалога с Москвой, то Россия будет вынуждена прекратить общаться с людьми, которые отвечают за внешнюю политику. Он имел в виду прежде всего недавнее высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что надо расстаться с иллюзией, что Россия при нынешнем руководстве сможет восстановить статус геополитического партнера ЕС. Иными словами, возвращаясь к сюжету пока не снятого вышеупомянутого фильма, Москва и Брюссель готовы послать друг друга темным лесом, причем гораздо дальше Аляски. Можно лет пять вообще не разговаривать, а потом посмотреть, что получится, когда пыль и гарь от произведенных разрушений осядут. Глава МИД Лавров допустил возможность прекращения диалога с лидерами ЕС. Если Евросоюз не понимает необходимости взаимоуважительного диалога с Москвой, то Россия будет вынуждена прекратить с ними общаться. Об этом Лавров заявил о Международном дискуссионном клубе Валтай. Так он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что с нынешней российской властью партнерства не получится. Сергей Лавров допустил возможность прекращения диалога России и ЕС. Если Евросоюз не понимает необходимости взаимоуважительного диалога с Москвой, то Россия будет вынуждена прекратить с ним общаться. Об этом глава российского МИДа заявил, выступая о Международном дискуссионном клубе Валтай. У нас всегда было чувство собственного достоинства последние 20 лет. Но те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться. Тем более, что вот Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят. Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которое она озвучила на своем выступлении пару недель назад, звучало так. Важно расстаться с иллюзией, будто Россия при нынешнем руководстве сможет восстановить статус геополитического партнера Евросоюза. По мнению Лаврова, это очень серьезное заявление, но России надо перестать оглядываться на эти оценки. Конструктивного диалога между Россией и ЕС нет уже давно. И достаточно жесткое заявление Лаврова о том, что Москва и Брюссель могут прекратить общаться, мало что меняет, говорит паритолог, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике Федор Лукьянов. Ну, в общем, давно напрашивалось что-то подобное, потому что отношения напряглись и запутались давно, но такого, как сейчас, пожалуй, не было еще. При всей жесткости формулировки, строго говоря, это мало что меняет, потому что между Россией и Европейским Союзом как такового диалога о чем-то важном давно уже нет. А то, что есть с Европой, это в основном отношения по конкретным вопросам с конкретными странами или группами стран, не с Евросоюзом как структурой. Соответственно, то, что сказал министр, если это будет реализовано, это некая уже констатация просто случившегося факта, потому что Европейский Союз исходит из того, что отношения надо все время чем-то обуславливать, постоянно возникают новые условия, как они должны развиваться, что надо сделать в российской стороне, чтобы они развивались. Вот российская сторона, в общем, если воспринимать всерьез то, что сказал министр, решила, что она каких условий больше выполнять не будет. Федор Лукьянов, глава российского МИДа, также сообщил, что обсудил поворот в риторике Брюсселя с верховным представителем ЕС Розепом Боррелем. Россия хочет понять, можно ли вообще какой-либо бизнес вести с ЕС в нынешних условиях, отметил Лавров. На это Боррель ему ответил, что ЕС хочет продолжить сотрудничество с Россией, будет и в дальнейшем защищать свои интересы и ценности, включая уважение международного права и основных прав. Ситуацию комментирует гендиректор Фонда Национальной безопасности Константин Семенов. В целом мы понимаем, что градусы риторики обвинения серьезно повышены в последнее время. С другой стороны, Европейский Союз является нашим основным торговым партнером, и нам от этого никуда не деться. Отсюда и возникает такая двойственная задача, потому что, с одной стороны, нам нужно продолжать торговать с Европой, с другой стороны, нужно как-то объяснять хотя бы своему избирателю, собственно, что мы это терпеть не будем, и как-то на это реагировать. Как выйти из этой сложной задачи? Классическим путем, путем плохого и хорошего следователя. То есть часть российской бюрократии будет играть плохого следователя. В данном случае в такой роли выступает министр иностранных дел. Он сучит по столу кулаком, он говорит, что мы это терпеть не будем, он говорит, что если хотите, мы все с вами разговаривать перестанем. То есть он отвечает за такую негативную реакцию, в том числе и для внутреннего потребителя. Российские избиратели смотрят, говорят, отлично, не потерпим. С другой стороны, конечно, найдутся и хорошие следователи, условно говоря, то есть те чиновники, те государственные бизнесмены, которые будут продолжать вести торговые переговоры с Европейским Союзом. Ну и, соответственно, говорят, ребята, мы все понимаем, вот такова политическая жизнь, но деньги делать надо. Константин Симонов. Также Лавров комментирует ситуацию с Навальным, отметил, что если Германия ведут себя, цитата, неподобающе и неприемлемо, есть конвенция о помощи по уголовным делам, общая европейская конвенция, протоколы к ней, мы к ним взываем и просим Германию выполнить ее обязательства по этим международным правовым инструментам, сказал Лавров. Боррель призвал, в свою очередь, Москву расследовать произошедшее с Навальным в сотрудничестве с Организацией по запрещению химоружия. Значит, после прихода к власти Трампа ситуация в Европе изменилась. Его резко отрицают, если не осуждают. В чем дело? Дело в том, что европейские лидеры – это плоды довольно длинной биологической эволюции европейских народов, в результате которых были отобраны не самые лучшие, не самые честные, не самые умные, а самые подлые, хитрые и оптимальные приспособленцы. Именно они сейчас составляют элиты Европы и в том числе находятся при власти. Поэтому чего ожидать, когда вы привыкли воспитывать раба с помощью одной большой плетки, которая называлась Барк Обама, теперь пришла новая, и они боятся, что она может оказаться, как у маркиза де Сада с крючками. Если говорить о том, о наших ожиданиях русских людей, которые полны иллюзий, о том, что станет лучше, особенно с Европой, то это огромная наивность. Во-первых, Европу не надо учитывать вообще. Это ни о чем разговоры про Европу, разговоры ни о чем. Как можно обсуждать что-то с лидерами каких-то там мелкотравчатых европейских стран, имею в виду такие, как Франция, Германия, Италия, на территории которых стоит несколько сот американских баз. И вооруженные силы США во много раз превосходят и по мощности, и по контролю все эти страны. Плюс они все находятся в военной разработке и разведывательной разработке США. Это страны-сателлиты, с ними можно говорить, ну, исключительно из исторического уважения. Вот вы знаете, ну, когда-то мы там брали Париж, мы когда-то брали Берлин. Ну да, ну, мы вас били, немчики и французики. Ну да, ну вот мы готовы даже выслушать ваше мнение. Не более того. К этим странам нельзя относиться серьезным до тех пор, пока они являются средой оккупированной США. То есть разговаривать надо с США. И, конечно, когда Трамп пришел, испуг этих людей в этих странах, связан руководителей, с тем, что поскольку они вторичные, это не государство, это такие колонии, только современные. Они вторичные, из-за своей вторичности они перепугались, что надо будет как-то объясняться, надо будет как-то извиняться, как-то можно получить розгами на заднем дворе там, и от нас, и от американцев за глупость. Они боятся, боятся как рабы. Вопрос такой. Франция смогла вернуть доллары, поменять, как это сделал в свое время один из руководителей Франции. Он один раз отправил туда пароход с долларами и попросил вернуть золото. После чего Америка сказала, что доллар золотом не обеспечивается. Германия смогла вернуть свое золото, которое находится на хранении в США? Нет. Они даже голос поднять не могут. Еще раз говорю, колониальные территории, которые полностью зависят не только в том смысле, что они подчиняются, их там как-то уже Меркель взяли на компроматии и держат ее жестко. Не об этом речь идет. Это все мелочи, о которых можно не обращать внимания. Речь идет о глобальных вещах. Это страны, которые до сих пор находятся под оккупацией. У них нет своих возможностей выпросить свое собственное золото. Слушайте, это просто смешно. Американцы сейчас ведут пошлины на Мерседеса и БМВ. Экономика закончится, потому что китайцы их скоро покупать не смогут. Поэтому выбирать там, кто придет, как придет, какие-то там будут. Да, конечно, риторика может измениться, но все равно их политика будет, по сути, вторичной. Европа могла бы противостоять США, и Трамп тоже сам совершенно правильно сказал. Он сказал, что Европа собралась для чего? Вместе в Евросоюз. Для того, чтобы противостоять нам. И больше ничего. И поэтому, конечно, он как глава колоний европейских, европейские колонии Соединенных Штатов, он не хочет, чтобы они собрались, объединились и противостояли им. И, естественно, самый близкий друг, самый большой предатель. А Англия тут же сбежала из этого союза. Когда стало ясно, что теперь попытаются экономический центр перетащить из Англии США, из Федеральной резервной системы, в Европу. И, конечно, он будет делать все для того, чтобы эта Европа развалилась. И никаких войск из Европы он никогда не выведет. А это значит, что эти страны останутся на колониальном статусе и будут делать то, что им скажут в той или иной форме. А попытки, которые они там будут пытаться проводить, стать независимыми, они будут пресекаться. Аплодисменты. Аплодисменты. Аплодисменты.